Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы День Люди События. Сегодня говорим о событии 4 декабря. 4 декабря 1946 года на московском заводе малолитражных автомобилей был собран первый легковой автомобиль Москвич 400. Четырехместная легковушка развивала максимальную скорость 90 км в час и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля Opel Kadett K38. Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. Opel Kadett K38 понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный Ким-10, который был спроектирован по модели компактного автомобиля Ford Perfect. Зато Opel его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль. Конструкторы соединили шасси Ford с кузовом четырехдверного кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой Ким-1052. Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен. После победы в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бренденбургского автозавода фирмы Opel, на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобиля. Он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся два года отличавшийся более сильным мотором. За годы производства «Москвич-400» всего было выпущено 216 тысяч шесть седанов и 17742 кабриолета. В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция – «Москвич-402». Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.